всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и в этом видео я хочу вам рассказать свои секреты шитья вот таких салфеток из полиэфирного шнура и первый мой секрет это нитки если вы новичок в шитье таких салфеток то обязательно подбирайте нитки тон в тон со шнуром тогда ваша строчка будет незаметно и если вдруг случатся какие-то огрехи в шитье то их будет не видно второй мой секрет это бирки подберите их также подходящими по тону к вашим салфеткам и вам не придется в конце шитья заделывать долго вот этот вот край меч с ним придумывать мудрить вы просто прикроете окончание вашего шитья вот такой вот бирочкой первое что нужно сделать для того чтобы ваша салфетка была аккуратно нужно вот эти вот кончики шнура так сказать проработать достаем сердцевину и обрезаем пару сантиметров далее шнур продвигаем снова на кончик то есть вот она сердцевина осталась где-то там теперь берем иголочку у меня иголка для трикотажных изделий и начинаем вот этот край подгибать внутрь шнура нужно спрятать все вот эти хвостики заправить их внутрь некоторые делают здесь просто обрезают и запаивают клеем новичкам я это делать не советую потому что ваша машинка потом вдруг ни с того ни сего может отказаться шить вашу салфетку или корзинку смотрите вот такой аккуратный край у вас должен быть в начале и завершении шитья вашей салфетки или корзинки далее для того чтобы сформировать начало шитья мы начинаем подкручивать край шнура вот в такую улитку улитка должна быть довольно плотной придерживаем пальчиками крутим ну вот примерно вот такого размера улитка нам достаточно будет подкалываем ее иголочками для того чтобы она у нас не развалилась иголочки нам будут помогать удерживать витки и улитки во время шитья вот вот наша улитка теперь смотрите что мы делаем начинаем шить я вам сейчас покажу как сшить вот такую вот серединку салфетки или корзинки не обрывая нить итак на машине у меня установлена прямая строчка шаг стежка два с половиной располагаем нашу улитку таким образом чтобы шнур был справа то есть в самом начале шитья сразу же ставим улитку правильно в машинку я подвожу край улитки под иглу и опускаю иглу в работу прям в крайний ряд улитки опустили опускаю лапку прошиваю первую строчку через центр улитки до края останавливаюсь в крайнем витке включаю на машинке реверс и шью в обратную сторону теперь важно оставить иглу внутри нашей улитки вот там с краю на первом витке дальше поднимаю лапку поворачиваю улитку так чтобы строчка у нас прошла по краю литочки по крайнему шнуру делаю два три стежка оставляю иглу внутри поднимаю лапку разворачиваю улитку таким образом чтобы строчка теперь прошла через центр улитки останавливаю в крайнем витке улитки включаю реверс и шью в обратную сторону снова у нас игла находится с краю вот этой улитки она опущена поднимаем лапку разворачиваем улитку и делаем пару стежков краю улитки оставляем иголку внутри поднимаем лапку разворачиваем улитку для того чтобы сделать сейчас строчку через центр включаем реверс так здесь смотрите чтобы край у вас не убегал улитки Продолжение следует... 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 Продолжение следует...